хей-хей с вами тот картовый парень и добро пожаловать на перевод моего конкурсного гайда по тому как правильно рисовать деревья но прежде чем мы начнем собственно сам гайд нужно сделать несколько очень важных уточнений во первых сама вот эта конкурсная работа которую вы вообще-то уже можете тоже посмотреть на моем канале только там в английской озвучки от меня она была выложена еще в феврале а видеодорожка видеоряд весь процесс был записан вообще еще почти год назад где-то в августе или сентябре если не ошибаюсь поэтому визуально и по функционалу clip studio вот будет в этом видео несколько отличаться от того чему вы привыкли вот в моих последних видео уроках но ничего страшного то есть все функции которые я использую в этом гайде они как были так и остались неизменными в текущей версии clip studio самое большое изменение это пожалуй все таки интерфейс то есть изменилась немного цветовая гамма иконки и расположение нескольких элементов ну и так чисто поделиться радостью до в марте все таки пришло уведомление что я победил в этом конкурсе главный приз взял было несколько победителей то есть в этом конкурсе всегда на каждое из мест по несколько победить но тем не менее все равно я тоже взял главный приз было очень приятно в первую очередь конечно же я был рад и самому призу но в первую очередь все я радовался тому что вот работа была признана урок был признан судьями а судьи это в общем-то разработчики и администраторы компании селсис то есть частности разработчики и ведущие специалисты по clip studio из японии поэтому да вот уровень как говорится ну в общем давайте не будем больше раз усоливать и приступим к собственно уроку поначалу процесс может показаться несколько комплексным сложным но все шаги очень простые и их легко запомнить и освоить и спойлер вот парочка моих работы сделанная с использованием этого метода рисования мы будем учиться на примере левой итак первый этап подготовьте форму вашего дерева на данном этапе в идеале если вы уже придумали какую форму должно быть ваше конечное дерево не обязательно делать саму форму очень детализированной хотя это было бы на самом деле полезно чтобы потом не пришлось дополнительные коррекции делать обычно для этих целей я беру dance watercolor или какую-то гуашную кисть в общем главное чтобы мазки были мягкие но в то же время четкие по своим краям также возьмите какой-то яркий оттенок например как я такой светло-голубой или зеленый по сути вы можете использовать любую кисть цвет но вот такая вот немножко нестабильная плотность watercolor пригодится чтобы показать такую вот первичную форму чтобы вы примерно понимали где вас будет там кора где будет отхождение от веток где будет разделение веток и тогда это позволит создать комплексную форму а мягкий оттенок при этом не будет вас отвлекать и раздражать глаза это второй первичный mad painting далее импортируйте изображение реального дерева лучше использовать большое изображение с высоким разрешением чтобы были видны все детали особенно кора как только изображение было импортировано активируйте на этом слое функцию клубки лир билл и разместите дерево так чтобы кора выглядела естественно относительно вашей нарисованной формы техника когда вы используете какие-то реальные фотографии или текстуры сочетание с нарисованными элементами или другими цифровыми объектами называется mad painting хотя только что мы всего лишь заложили основание для нашей текстуры которые в будущем нам поможет определиться как идти дальше к настоящему и комплексному mad painting мы вернемся несколько позже этап 3 текстурирование вернитесь к вашему слою с формой и используйте авто сэлект или волшебную палочку с параметром refer to editing layer only и выберите все пространство вне дерева вне вашей формы а потом инвертируйте выделенную область очень важно делать именно так а не выбирать область сразу внутри формы потому что из-за нестабильной плотности вот околора иногда возможно что волшебная палочка выделить не те места которые нужно или наоборот не выдели то что нужно даже если вы используете какую-то цельную кисть для вашей формы то все равно лучше делать так как я во избежание ошибок выделений следующие несколько шагов включают себя опциональные действия то есть они важны но вы можете менять их под себя примера сейчас вам нужно создать новый слой с параметром multiply и взять любой цвет для вашего первого текстурного слоя я взял вот такой вот блекло зеленый потому что я рисую все-таки полу реалистичное но все-таки фэнтези дерево а растительность фэнтези всегда такая гиперболизированная и романтизированная она буйная и пышная но все равно можете взять какой-то коричнево-песчаный оттенок или просто коричневый если хотите более реалистичное дерево возьмите soft airbrush и создайте два новых слоя с параметрами darken и normal используя этот баллончик добавьте новый слой цвета на слои с параметром darken после этого возьмите shadow airbrush более темным оттенком того же цвета который вы выбрали для первого цвета для изначального слоя и начните добавлять первичную тень она направит вас позже забывайте о том как идет ствол как разделяются ветки корни и как идет кора учитывайте это при добавлении изначальной тени создаем еще один слой для текстурирования с параметром screen используя все тот же soft airbrush добавьте изначальный такой блик глянец который будет символизировать источник света который падает на дерево на данной стадии с добавлением изначальной светотени старайтесь уже представлять более комплексную форму вашего дерева как будет идти кора как и где будет будут разделяться ветки учитывайте все это ведь вам нужно добавлять свет и тень учитывая все это что же касается цвета вашего свечения вы в принципе можете использовать тот же оттенок который использовали для тени ведь из-за того что слой у нас теперь с параметром screen оттенок будет достаточно ярким а вот теперь начинается самое веселое искусство это хаос поэтому данный этап будет даже еще более свободным с этого момента вам понадобятся некоторые специальные кисти кастомны прямо сейчас вам понадобится кисть название которое вы видите на ваших экранах елок и все остальные сегодняшние 10 можно будет скачать в сервисе клип студию вам нужным будет пак свод с этим названием теперь просто создайте новый слой с параметром multiply возьмите чуть более темный оттенок вашей цветовой гаммы и начните проходить с помощью той кисти по стволу вашего дерева возьмите running color on fiber как только посчитаете что добавили достаточно таких элементов и заблюрите слишком много не убирайте примерно так же как и я после этого повторите предыдущий шаг на еще одном слое с параметром multiply но сделайте частицы поменьше и постарайтесь распределить их по большей площади сейчас мы на новом слое с параметром add будем добавлять более концентрированный оттенок как вы видите я не менял просто возьмите soft airbrush и пройдитесь по примерно тем же местам где вы добавляли первичный свет но в этот раз постарайтесь сделать это более тонко учитывая всю комплексность формы вашего дерева параметр add сделать так чтобы свет работал с вашими другими слоями а не перекрывал таким образом мы создаем более естественный эффект свечения кстати если вам интересно как можно легко быстро и красиво нарисовать неон и лазеры то пишите в комментариях и я обязательно сделаю небольшой мини гайдик об этом создаем новый слой с параметром screen и берем еще одну кисть из нашего кастомного пака который я порекомендовал сделать и частицы этой кисти намного меньше и распределить их по всему дереву и вот с помощью таких действий мы начинаем делать текстуру нашего мха как закончили создайте новый слой с параметром multiply под этим слоем с параметром screen и добавьте больше таких частиц используйте тот же оттенок но благодаря multiply они будут намного темнее как закончили заблюрите частицы на обоих слоях с помощью running color on fiber опять же не стирайте прям все частицы где-то плюрите сильнее где-то поменьше так чтобы вот был такой эффект перехода мог мы еще дополним а пока что импортируйте еще одно изображение дерева помните что у вас все еще должно быть активно ваше выделение вы если вы его снимали то добавьте опять а изображение может быть как то же самое так и любое новое главное чтобы там было хорошо видно карат растрируйте изображение чтобы мы могли его редактировать и сотрите все что выходит за пределы ствола то есть там где ветки и корни хотя точные границы оставляю на вас вы можете оставить некоторые части изображения текстуры на 2 частях дерева то есть на ветках опять же корнях если вам нравится как они легли как они выглядят этап 4 основная тень и дополнительный свет убедитесь что выделение активно и создайте новый слой с параметром multiply возьмите какой-нибудь теплый но не слишком светлый оттенок как тот что вы видите у меня на экране и с помощью shadow airbrush затонируйте наше дерево прямо как с основой для света который мы добавляли чуть ранее это тень требует к себе большего внимания то есть вам нужно больше учитывать всякие детали и переходы те основания текстуры которые мы уже добавили вам в этом помогут создайте слой с параметром add и возьмите похожий теплый но чуть более яркий оттенок возьмите soft airbrush и начните добавлять еще один более сильный концентрированный свет на противоположное тени стороне таким образом мы добавляем нашему дереву более фэнтезийный лук так что по сути это шаг достаточно опционален и вы можете как выбрать еще более сильный концентрированный свет так и вовсе отойти от этого опциональный этап редактирование так нужда в этом шаге зависит от того как вы действовали на самом первом этапе если форма которой вы тогда подготовили было достаточно детализированы и олицетворял собой то что вы хотели бы увидеть в конечном итоге то можете просто перемотать этот кусок времени на следующий этап ну а тем кто решил пойти с изначально простой формой лучше остаться и посмотреть потому что сейчас мы будем редактировать эту форму в ее основании да ей более тонкий и конечный вид есть несколько способов как вы можете это сделать первый вы можете взять multiple layers eraser то есть тачка которая стирает сразу на всех слоях точнее на выбранных слоях выбираете несколько слоев с помощью контрола и мышки и стирайте все что вам не нужно формируя таким образом более естественные ветки более естественную форму ствола то есть убираю все-таки лишние мазки и слишком гладкие формы второй метод вы снимаете полностью ваше выделение с помощью ласа выбираете те места которые вам не нужны и выбирая все слои потом просто нажимаете кнопочку делать и удаляйте все ненужные элементы таким образом моментально формируя нужное вам дерево третий метод вы просто берете самую обычную затирочку и вручную стираете ненужные места на всех слоях метод странный но кто-то возможно его предпочтет так что дерзайте это 5 текстурирование возвращение создайте новый слой с параметром multiply и возьмите какой-нибудь такой грязный и темный оттенок который вас ассоциируется с типом с тем типом дерева который вы рисуете при этом не забывайте придерживаться той цветовой гаммы которые вы заложили свою работу изначально для данного шага я бы порекомендовал взять вам механический карандаш это тоже дефолтный инструмент clip studio него отличный баланс мягкости и резкости как я и говорил искусство это хаос и сейчас мы рисуем а точнее акцентируем текстуру нашей коры и так что вам тут нужно делать так это нарисовать не как несколько кривых линий вдоль всего дерева рисуйте их на пересечении веток там где они отлетляются рисуйте их вдоль той коры который мы положили с помощью изображения на корнях и так далее самый простой способ таким образом нарисовать кору текстуру это нарисовать две кривых линий и заблюрить либо их внутренние части которые смотрят друг на друга либо внешне но ни в коем случае не блюрить эти линии целиком это очень важно и запомните что вы должны идти вдоль роста дерева и его отдельных элементов чтобы это выделило естественно вы также можете использовать данные линии для того чтобы акцентировать внимание на границы между двумя объектами как например вот на разделение этих двух крупных веток и Продолжение следует... 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 Так как мы рисуем фэнтези дерево, то сейчас мы добавляем очень сильное и замыленное такое свечение, которое добавит нашей работе величественности и мистичности. Отделение нам тут уже не нужно, просто с помощью большого soft airbrush пройдитесь по всему стволу и добавьте вот такое вот сильное свечение. Дерево должно практически светиться, то есть излучать чуть ли не свет. Создайте два новых слоя под ColorDodge с параметрами Multiply и Add, Multiply должен быть чуть ниже, Add должен быть чуть выше, то есть прямо под ColorDodge и возьмите эту кисть. Теперь повторите просто тот же самый текстурный процесс, как мы делали в этапе текстурирования. Таким образом мы чуть-чуть перекрываем наше изображение, второе изображение нашего дерева и вот делаем его более артистически, визуально приятным, более естественным в плане, в контексте нашей работы. Этап 7. Ага, Matte Painting вернулся. Найдите изображение, где есть много хорошо различимой видной листвы, очень много, потом перейдите во вкладку Select, Select Color Gamut и данная опция позволяет вам выбирать, выделять именно нужные оттенки. Я чуть позже объясню, как это работает в отдельном гайде, как раз таки, когда мы будем разбирать это все, всю эту панельку, в общем, и скопируйте то, что вы выделили и вставьте в вашу работу. Да, как видите, мы вставили именно оттенки, не какой-то конкретный кусок изображения или чего-то такого, а вот именно вырванные из изображения пиксели с определенными цветами. Удалите те части, которые вас не сильно привлекают, после чего переместите оставшиеся элементы на ваше дерево, поверх вашего дерева. Вы можете повторить данный процесс несколько раз с несколькими разными изображениями, это уже в зависимости от того, насколько сильно вы хотите добавить такой эффект растительности на дереве или под деревом, и в зависимости от того, какая постановка, какая композиция у вашей работы, если вы рисуете полноценный арт прямо сейчас. Измените параметры этого слоя на ColorDodge и легкими мазками, используя мягкую затирающую, добавьте такую легкую прозрачность этому слою. Особенно это можно для тех кусочков, которые находятся в тени ствола. Как закончили, возьмите нашу любимую кисть для текстурирования и создайте новый слой с параметром Normal, то есть по сути ничего с ним не делаете. После этого возьмите тот цвет, который наш ствол дерева сейчас уже примерно приобрел, и пройдитесь с помощью этой текстурной кисти по краям ствола, после чего вы можете их слегка заблюрить. Таким образом мы убираем резкость нашего ствола, чтобы он не выглядел слишком контрастом, допустим, на фоне какого-то пейзажа, или если дерево все-таки находится в фокусе. То есть, если оно на переднем плане. Вы также можете просто выбрать несколько слоев и подблюрить их края, или как-то еще убрать эту резкость на краях ствола. То есть, прям пошагово тут за мной следовать не обязательно. Я нашел еще одно изображение с кучей листвы, деревьев, травы и так далее, так как мне не очень нравилась детализация предыдущего. Я не удалял его, те элементы предыдущие, но я просто добавил вот еще одни. Как вы можете видеть, уже это изображение добавило еще больше комплексности и добавило такой эффект растущей травы у корней. И у корней, и на корнях. Вы, в принципе, можете проложить этот элемент изображения под несколько предыдущих слоев, чтобы они возымели над ней эффект и передали некоторые свои свойства ему. После этого, независимо от того, добавляли вы больше этой зелени или нет, перейдите во вкладку Edit, Smart Smoothing и примените мягкое смягчение, по сути. А теперь у этой зелени будет эффект такой, как будто ее действительно нарисовали масляными красками. Этап 8. Мелкие детали. Создайте новый слой и возьмите Running Color Spray. Сделайте саму кисть реально большой, так, чтобы ее радиус был примерно равен длине ствола. После этого, разместите там небольшое скопление частиц. Я предпочитаю добавлять желтые. Они теплые, визуально комфортные и смотрятся хорошо. Говоря о природе этих частиц, это может быть что угодно. Семена цветов разлетающиеся, или светлячки, или вообще какие-то неведомые магические скопления света. Также добавьте чуть более концентрированные их скопления на сам ствол. Вот это уже будут нарасты мха. Да, вы можете немного изменить их оттенок, чтобы они выделялись на фоне летающих частиц, но это уже по желанию. Как только вы будете удовлетворены их расположением, то заблюрите их немного. Теперь мы добавим немного травы, чтобы наше дерево не просто летало в воздухе. С помощью вот этих вот кистей. Первая идет в том паке, вторую нужно будет скачать отдельно. Для начала нужно будет добавить немного темных ростков, чтобы сформировать основу и фон. Ну а после этого добавьте и светлые поверх. В общем-то все довольно легко. Осталось только добавить несколько эффектов. Главное распределяйте их естественно, учитывая все элементы через которые или по которым они идут. То есть трава например может расти на корнях, но большая часть все равно должна окружать их. А значит вам нужно следить в каких местах траву нужно подтереть, чтобы создать эффект того, что корень ее перекрывает. Создайте еще один multiply слой. Возьмите shadow airbrush с каким-то вот оттенком, который очень близок уже к черному. И проделайте, прорисуйте тень от самого дерева. И проделайте то же самое с корнями и травой. Субтитры сделал DimaTorzok Создайте новый слой и переместите его в папку. После чего передвиньте папку под все существующие слои. Очень важно создать эту папку, потому что пока слои находятся в какой-то папке, то слои, которые находятся вне этой папки, не возымеют никакого эффекта на содержимое. Теперь возьмите вашу любимую кисть для листвы и начните рисовать слой с сплошными темными листьями. Таким образом мы построим основу и фон для кроны дерева. На данном этапе наш гайд становится хаотичным до такой степени, что каждый должен сам для себя решить, как им нарисовать листву, потому что эта часть дерева может быть настолько разнообразной, насколько в принципе вы можете себе представить. Вы можете повторить мои действия, которые я сейчас провожу на экране, или пойти своим путем. В основе моего метода лежит буйное листво, которое практически полностью перекрывает все ветки. Именно поэтому в течение гайда я почти к ним не прикасался. Думаю, по сути это можно назвать типичным аниме стилем рисовки листвой. Вы также можете спокойно взять любую кисть, которая рисует отдельными листьями, и каждый отдельный листочек располагать индивидуально, либо и вовсе от руки их порисовывать. Прелесть моего метода рисовки дерева в том, что ствол, который мы подготовили, в принципе сочетается с множеством различных вариантов и стилей рисовки листвы. Теперь все зависит исключительно от ваших предпочтений и скилла. Но несколько советов все-таки я хотел бы вам дать. Первое. Независимо от того, насколько буйная и детализирована у вас будет листва, вы должны следовать своим веткам. То есть вы должны учитывать, как идет рост веток, куда они направляются, и соответственно также распределять вот эти вот, как сказать, комки или скопления листвы. Второе. Не забывайте об источнике света. Вы добавили его на ствол, поэтому не забудьте проработать его и на листве. Проработайте лучи, свечения и тени, в том числе используя кастомные кисти, как я использую кисть для лучей. Третье. Добавляйте некоторые простые, но важные, маленькие элементы, которые сделают вашу работу более детализированной и сложной. Это может быть тень от листвы, которая падает на сам ствол, или какие-то маленькие животные эффекты и так далее. Четвертое. Помните, что вы всегда можете вернуться и исправить свои ошибки. Используйте вкладку Edit, к примеру, вы можете использовать Tunnel Correction, если вам нужно изменить цветовую гамму или оттенки. Или вы можете использовать вкладку Filter для каких-то более обобщенных коррекций. Пятое. Продумывайте окружение. Где ваше дерево расположено, собственно? Это мистический лес? Тогда добавьте какой-то туман. Или, может быть, ваше дерево растет где-то в каком-то горном регионе. Тогда окружите его скалами и камнями. Успешная композиция реально может очень сильно улучшить вашу работу. Ну что ж, это был гайд по тому, как я рисую деревья. В каких-то мелких шагах я порой бывают отхожу от чего-то, но, как я уже говорил, этот метод достаточно свободный и хаотичный, так что каждый может подстроить его немножко под себя. Я показывал примеры своих работ, нарисованные этим методом в начале ролика. Так что, как вы видите, оно хорошо работает и в контексте, и в композиции. В общем, я надеюсь, что вам понравилось и желаю вам удачи в освоении данной методики, если она вам приглянулась. И да, я был бы рад посмотреть на ваши работы. Так что, если хотите, можете присылать ссылки на ваши изображения хоть прямо сюда в комментарии к видео или публиковать их в соцсетях с тегом хэштег aloneflavor или deadburnguy, то есть с моими двумя никами. И я обязательно их просмотрю и, может быть, какие-то даже вставлю в следующие ролики, может быть, даже разберу их. Посмотрим. Спасибо вам за ваше время и всем вдохновение!